Первая версия кадастровой карты появилась еще в 2010 году. За несколько лет она претерпела ряд изменений. В обновленном пятом варианте сведения об объектах недвижимости и земельных участках формируются на основе актуальной информации, которую вводят в реестр кадастровой палаты. Там очень удобный поиск, то есть набирая кадастровый номер, либо адрес, вы на карте можете увидеть свой земельный участок, увидеть, кто соседи, и также информация именно назначения объекта, то есть какое разрешено использование земельного участка, какая площадь, есть ли ограничения. Но пока информации о недвижимости Сарова на публичной карте нет. Это связано со спецификой нашего города. Координаты саровских объектов нельзя размещать в открытом доступе. Всю необходимую информацию о квартирах, домах, участках саровщане могут узнать на официальном сайте Росреестра. Если вы зайдете в личный кабинет, то вы можете увидеть полностью все свои объекты, какие у вас есть, и, соответственно, посмотреть их характеристики, какие у вас есть ограничения. И через личный кабинет также обращаться за предоставлением госуслуги. Если захотите купить недвижимость в другом регионе, то с помощью сайта можно узнать основные характеристики квартиры, дома, земельного надела и узнать их кадастровую стоимость. Для этого вам необходим адрес, либо кадастровый номер. Информация это будет именно техническое описание объекта. Увидите вы, если наложены какие-то ограничения по данному объекту. Если вам нужна более подробная информация, то для этого вам нужно запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости. Электронные сервисы Росреестра помогают в режиме онлайн собрать необходимую информацию об объекте недвижимости и сэкономить время при оформлении документов. Специалисты ведомства рекомендуют быть внимательными, остерегаться мошенников и не переходить по сомнительным ссылкам. Адрес сайта состоит из одного слова – росреестру.ру.